МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в видеоконференции, которую провел председатель правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр России отметил, что эта важная тема находится в зоне особого внимания членов правительства и депутатов Государственной Думы и, естественно, региональных властей. Некоторые губернаторы просили смягчить условия предоставления бюджетных кредитов. Постановление правительства на эту тему было подписано. Причины, которые создают напряжение в региональных финансах, хорошо известны. Они связаны и с низкими ценами на сырьевые товары, и с замедлением общеэкономического роста в стране, из-за которого происходит сокращение поступлений по основным региональным налогам. Налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц и целый ряд других причин, в том числе, конечно, и региональных, отметил Дмитрий Медведев. На совещании было отмечено, что регионам необходимо осторожнее относиться к новым заимствованиям, не допускать роста задолженности и активно работать с расходной частью бюджета. В Нижнем Новгороде завершился всероссийский конкурс телевизионного мастерства ТЭФИ-2015. Лучшей документальной лентой жюри признала фильм творческой группы, в состав которой вошел начальник службы телеоператоров нашего телеканала Андрей Спиридонов, специальный корреспондент ГТРК Чувашия Валентина Поливцева и президент фонда «С чего начинается родина» Виталий Баев. Церемония вручения главной награды ТЭФИ статуэтки Орфея не уступала Оскару и по накалу эмоций, и по количеству звездных участников. Бессмертные творения забудутся, а каждый документальный кадр станет только дорожным и ценным. Победитель номинации телевизионный документальный фильм «Отсюда к родному дому». О том, что фильм «Отсюда к родному дому» вышел в финал престижного конкурса, его авторы узнали две недели назад. И все это время обе телерадиокомпании болели за коллег. Орфей нечастый гость в Чувашии за всю историю телевидения республики – это вторая награда. Это будет стимулом для поднятия престижа нашей профессии, стимулом для молодых, чтобы они поверили в себя и знали, что в этой жизни все возможно, и завтра они могут поехать за этой наградой. Работа над фильмом не только объединила профессиональное телевизионное сообщество Чувашии, но и воскресила старые связи. Идею документальной ленты о союзе советских граждан в Бельгии подсказал бывший помощник депутата Госдумы Александр Разумов. И фильм стал первым проектом фонда «С чего начинается Родина». Есть фильмы, можно пересчитать по пальцам, которые не доходят до зрителя в силу конъюнктурных каких-то обстоятельств. И опять же, сегодня все считается на деньги, и никто не думает о смыслах, которые изначально заложены в человеке. Это любовь, мир, дружба, труд. Кстати, после фильма о бельгийских бабушках, как его называют авторы, было снято еще две ленты о героине крымского подполя нашей землячки Зои Яковлевой, о Чапаевской дивизии. Сейчас коллеги вынашивают новые идеи, которыми и поделились с вице-премьером Аллой Салаевой. У меня есть мечта. Я хочу снять кино. Хорошее кино о Чувашии. Люди у нас не очень знают вообще историю своей республики. И мне хочется снять отличный фильм с привлечением звездных актеров, хороших актеров российского уровня, великой истории чувашеского народа. Я думаю, вот тогда я выполню свой долг перед моим народом. Каким получится новое кино, мы обязательно узнаем. Но уже сейчас можно предположить, что оно будет также наполнено любовью к своей родине и ее героям, как и фильм «Отсюда к родному дому». Архей лучше этому подтверждения. Итоги прошедших в Чебоксарах форумы стратегии «Тактика успешного бизнеса» и 25-го оперного фестиваля имени Михайлова обсудили сегодня на еженедельном совещании с членами правительства. Кроме того, в повестке дня значились вопросы эффективного управления госимуществом и предстоящего чемпионата по рабочим специальностям. Подробности далее. Доходов от управления имуществом в казну республики в 2015 году поступило 419 миллионов рублей или 98% от плана. Хочется отметить, что от передачи в аренду земли эти доходы имеют, как и ранее, в предыдущие года наибольший вес. 2015 год внес коррективы с учетом доходов от продажи квартир Государственного жилищного фонда и приватизации этих доходов в 2015 году практически на одном уровне. В программе приватизации госуимущества 2015 года значится 28 объектов. Половина из них реализована, еще 14 – в работе. К сожалению, на фоне экономической ситуации спрос на объекты недвижимости снизился. Эта тенденция характерна для большинства регионов России. В среднем от 11 до 50%. Необходимо искать другие формы эффективного управления имуществом. Это аренда, концессионное соглашение, передача вновь создаваемом организации. Завтра, 1 декабря, в Чебоксарах начнется четвертый чемпионат WorldSkills. Чувашия включилась в это движение в 2012 году. С тех пор проведено 4 чемпионата. Наши студенты очень достойно представили республику и на российском, и на мировом уровне. К примеру, в августе в бразильском Сан-Пауло одну из шести медалей российской сборной принес Александр Ганиашвили, выпускник Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. В ближайшие 4 дня отстаивать престиж рабочих профессий будут 60 студентов и молодых рабочих. В программе чемпионата состязание по 11 компетенциям. В проведении чемпионата организаторам учтены все предложения минувших, и предложения недостатков, в том числе минувших соревнований, в том числе требования, которые предъявляются Генеральной Ассамблеей Международной, и организованы информационные кампании среди объединения работодателей. Для нас очень важно, чтобы вот это движение все больше вовлекало и бизнес-сообщество, не только образовательные организации, наши профессиональные участвовали, но и бизнес-сообщество, которое сегодня могут молодых наших людей представить достойно. Сейчас в Чувашии действуют центры развития компетенции по формату WorldSkills на базах ново-чебоксарского политехнического техникума, парикмахерское искусство, сварочные технологии, и Чебоксарского техникума технологии питания по компетенциям поварское и кондитерское дело. Решается вопрос о создании такого же центра по компетенции машиностроения. Заявку Республика уже отправила. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. До конца года в Чувашии должны ввести в эксплуатацию 865 тысяч квадратных метров жилья. За 10 месяцев план выполнили на 61%. В 23 муниципальных образованиях из 26 объемы того же периода прошлого года не достигнуты. Смогут ли муниципалитеты справиться с нелегкой задачей, обсудили на видеоконференции с главами городов и районов республики. Объемы строительства многоквартирного жилья по сравнению с прошлым годом выросли на треть. Больше стали строить в Чебоксарах, Цивильском и Чебоксарском районах. Чего не скажешь о других муниципалитетах. В то же время существенно снизились объемы строительства индивидуального жилья. Они составили всего 63% к уровню прошлого года. В соответствии с распоряжением кабинета министров, рабочей группой проводились выездные проверки в администрациях района и городов, в результате которых появились случаи недоучета фактически построенных индивидуальных жилых домов, владельцы которых по избежанию налогообложения искусственно затягивают процедуру оформления необходимых всех документов. Кроме недобросовестных владельцев, статистические данные вынужденно меняют не в лучшую сторону сами специалисты статведомства. В соответствии с новым законом не все индивидуальные дома могут войти в перечень нововведенного жилья. Если мы в прошлые годы выявляли дома, которые были раньше построены, индивидуальные дома, оформляли документы и отчитывались по статистике, то на сегодня, с 1 марта, статистика не принимает дома, построенные старше 5 лет. В том же «АллатРа» есть где выявить дома и поставить их на учет, построенные. Пусть, да, мы понимаем, что они в предыдущие годы, но не все дома сегодня зарегистрированы. Это проблема, мы о ней говорим, рабочие группы создали, в принципе. И сегодня, если эти рабочие группы работают, то у вас результат должен идти. Муниципалитеты обещали за месяц максимально исправить ситуацию. Сделать это будет непросто. 2015 год выдался сложным для строительных организаций. Кризис в экономике привел к банкротству некоторых из них. Темпы ввода в жилья в эксплуатацию замедлились. По прогнозам, 2016 будет еще сложнее. В связи с этим правительство работает сейчас над корректировкой некоторых плановых показателей. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Тема общественного контроля была одной из самых популярных и обсуждаемых в парламентских кругах разного уровня в минувшем году. Не теряет она своей актуальности на сегодня. Депутаты Госсовета Чувашии в первом чтении приняли документ, расширяющий полномочия общественности во взаимодействии с органами власти и должностными лицами. О том, насколько важен закон и проект для общественности региона, и о схемах его реализации на практике, рассказал член общественной палаты Чувашии Анатолий Князев. Закон достаточно ожидаемый, и я думаю, он внесет определенный порядок в деятельность общественных объединений, общественных организаций в части общественного контроля. В этом законопроекте предполагается, во-первых, что будут формироваться общественные советы при различных государственных органах с участием причем общественной палаты Чувашской республики. 1 декабря 2015 года в Нижнем Новгороде пройдет встреча полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с представителями средств массовой информации. Михаил Бабич подведет итоги работы аппарата полномочного представителя президента России в ПФО в уходящем году, обсудит наиболее актуальные проблемы в регионах округа и расскажет о планах на будущий год. Приступили к действиям. Уже давно правительство республики вплотную занимается привлечением туристического потока. Вместе с общественностью обсуждалось немалое количество идей, предложений, концепций. На этот раз на совещании по туризму был представлен конкретный план работы. Нам нужны рабочие лошадки или пчелки, как угодно назовите. Вот, пожалуйста, кто готов работать? Обозначены сроки, назначены ответственные. Рабочая группа делает первые шаги. Были изучены основные музеи в столице Чуваши и районах республики. Цель – выявить в их стенах то, что было бы интересно посмотреть туристам из других регионов и зарубежья. У вас великолепный музей вышивки, которое, в общем-то, вот это то этническое искусство, которое отличает, наверное, Чувашу от всех других регионов России. То, что касается Чапаева, да, это тоже бренд, так скажем, города, потому что об этом, к сожалению, никто не знает. И вот это надо тоже каким-то образом продвинуть так, что это же легенда, да, нашего народа. Ну и плюс сегодня мы посмотрели музей космонавтики. Кстати, очень продвинутый музей. Ну, видимо, космос делает свое дело. Посчастливилось посмотреть на вновь строящуюся этническую деревню. Это, по-моему, ясно называется. Что тоже такая вот уникальность, кстати сказать, республики. Вот, поэтому мы сегодня и вчера, и сегодня подбирали те музеи, те объекты показа, которые были бы интересны для школьников прежде всего. Но для того, чтобы чубаксары смогли стать туристическим городом высокого уровня, одних музеев недостаточно. Вопрос комфортного проживания тоже очень важен. Размещение, питание, транспорт – все это должно соответствовать стандартам. И не стоит забывать о сувенирной продукции. Ведь нужно же туристам увезти с собой кусочек солнечной чувашии. Вопрос о продвижении и развитии туризма в столице республики – вот главные задачи, поставленные перед рабочей группой. Основная задача, с которой я считаю успешно, они уже выполнили эту задачу, которая им была поставлена на эти дни. Это объехать наши музеи, которые можно связать с образовательным процессом. Вместе с экспертами подготовить паспорта соответствия этих объектов. Эта задача следующая, которая стоит – это связать нашу базу музеев с образовательной программой. И буквально это будет сделано в этом году, в течение декабря. Представить эту программу на рассмотрение уже в Россию. Но кроме этого, так как мы выделяем акценты, соответственно, подтягивается и инфраструктура. Музей Чапаева, трактора, Чебоксарская ГЭС – мемориальный комплекс в Шоршеллах. Чувашии есть, что показать гостям. Но дети, которые приедут, не должны быть просто сторонними наблюдателями. Планируется вовлечь их в интерактивные игры. Времени на реализацию проекта по детскому туризму не так уж много. Первые школьные группы планируют встретить уже в весенние каникулы. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. О перспективах развития социальной сферы Республики, расширения чувашского интернета, о прошлом наших предков, истории и мифах сегодня говорили на заседании Совета по развитию гуманитарной науки. За последние 15 лет Чувашский государственный институт гуманитарных наук провел немало исследований. Они касались вопросов национальных отношений, проблем формирования правового сознания молодежи, сохранения и развития языка. Исследования дают оценку ситуации в целом, помогают найти бреши в действующих программах и проектах, связанных с социальной политикой, предлагают пути решения. На заседании особое внимание уделили вопросу внедрения чувашского языка в социальные сети. Ведь родной язык – один из важнейших аспектов сохранения национальной культуры в современном мире. Помимо реального мира в нашем сознании присутствует и всеохватывающий мир интернета. Есть мнение, что через некоторое время виртуальный мир станет полновластным хозяином нашего культурного сознания. Для того, чтобы продвигать наши чувашеведческие, общественно-политические, культурно-исторические ценности, нам необходимо решительнее присутствовать в этом пространстве. Еще один важный вопрос – создание учебно-методического комплекса по истории Чувашии. Имеющиеся учебные пособия и материалы уже устарели. Хотя история наука о прошлом, но практически каждый день ученые сообщают обществу новые факты и подробности исторического прошлого нашего народа. В 2014 году Михаил Игнатьев издал специальный указ по этому поводу. Грант на разработку концепции выиграл Институт гуманитарных наук. Но работало в этом проекте все научное сообщество республики. Сегодня на совете концепция была утверждена. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Это все новости, но я с вами не прощаюсь. Сразу после информационной программы «Республика» смотрите выпуск программы «По существу». У нас в гостях заместитель министра образования и молодежной политики Светлана Петрова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин